Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Избаевязания. Сегодня у нас с вами очень интересное занятие, посвященное совершенно необыкновенному вязанию, скользящему. Будем его проходить на примере вязания рукавички. Что это за вязание? Пожалуйста, смотрите, будем вместе разбираться. Но сам урок по вязанию рукавички увидят только участники моей живой мастер-группы. Чтобы в ней попасть, заходите на сайт Избаевязания, подписывайтесь на рассылку и попадайте в мастер-группу. Также во время просмотра нашего занятия, пожалуйста, нажимайте кнопочку «Нравится» и делитесь с друзьями. Сейчас смотрим занятие. Начинаем сегодняшнее занятие. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. Очень рада вам, что вы приходите, что вы делаете уроки. Сегодня просто бальзам на мою душу, ваши шапочки. Многие сделали, вот Галина сделала, прислала только что. Кто мне эту шапочку? Ну, Галина, я не успела включить ее в презентацию. Понимаете, что это... Последняя была Лиана в 12 вечера вчера. Я переделала презентацию, включила Лианину шапочку. Вашу в следующий раз покажу. Никак. Вот, сегодня очень меня порадовали, что эти шапки у всех получились. Вещь достаточно сложная, на самом деле. Не скажу, что это относится к легкому вязанию. Но никаких проблем они не вызвали. Мне это очень радует. Вы все-таки вяжете, у вас получается, значит, потенциал есть и работать можно. Потому что некоторые считают, что они не соображают ничего и делать ничего не будут. Меня это очень огорчает. Вчера как раз занималась на живых курсах, пришла вечером. Не может набрать косичку и говорить, что все, вставлю на себе крест, ходить не буду. Так нельзя. Надо делать, пробовать. То есть, получается здорово, идем дальше. Не получается, значит, изо всех сил пытаемся сделать так, чтобы получалось и все-таки пойти. Потому что вязание это очень интересно. И связать на машинке, ну, вы уже, наверное, понимаете, можно практически все. Сейчас буду хвастаться вашими шапочками. Замечательные, совершенно отличные шапки получились. Единственное, что у меня к вам большая просьба. Когда вы присылаете свои вещи, мне бы хотелось видеть не только, какая она красивая спереди, но и как она сделана сзади. Потому что для меня важнее даже перед, я не сомневаюсь, у всех красивая. Все классно должно быть, обязательно должно быть. Меня больше интересуют задние швы и отделка сзади. Как вы справляетесь с такими сложными моментами, как сшивание? Потому что делать переднюю часть могут все, а делать красивую заднюю часть могут далеко не все. Вот там не должно быть никаких помарок. Все должно быть очень чисто и аккуратно. Замечательная шапочка, просто здорово. Смотрю на все ваши шапочки и радуюсь, и радуюсь. И модели чудные, и шапки на них, и тем как раз все получилось просто замечательно. Очень аккуратно, Лена. За всех ракурсов и виден шов, и видно, что все очень аккуратно, красиво сделано. Сидит замечательно, то есть шапочка отличная. У Галины то же самое. Все прекрасно, но спереди, сзади не видно. Зато крючком связаны хвостики на макушке. Отлично, все здорово. Я смотрю, проблему эта шапка не вызвала вообще никаких. Очень меня это радует. Поле шейкиное тоже. Если не нужна шапка на голову или один к одному какую-то нашу вещь, вяжите вот таких зверюшек. Вот небольшая помарочка по поводу того, что я говорила. Нужен вид сзади. Когда вы сшиваете, если есть беленькая полоса, она должна идти до конца. Небольшая такая вот помарочка, я не скажу, что это ошибка. Во-первых, три полосы белых и прошита рыженьким через белую полоску. Но учитывая, что шапка на медведя, это, конечно, ничего, но когда вы будете такие вещи делать на себя, вот в таких вещах немножко повнимательнее надо. Потому что мы делаем красивые и спереди, и сзади. Наши обязательные условия, наши работы. Очень красивая шапка. Все здорово, мне очень нравится. Ильяна прислала. Единственная фотография, вот так выглядит двойная с подгиба внутрь. Казалось, что тяжело дался шов, но я думаю, что это было потому, что шапка черная. Черная на самом деле сшивать очень сложно, его не видно. Особенно если нитка, не вижу какая, но если она состоит из многих ниточек, такая крученая, то совсем тяжело. Во-первых, эту нитку не видно, где у нее петля, где у нее уже прошитая петелька. И если она пушистая, то совсем, совсем тяжело. Поэтому вот тут я вас понимаю, почему это давалось тяжело, пока на спицу не надели. Ну хотя бы на спицу, да, выходить из положения надо. Зато каков эффект, какая чудная шапка получилась. Галина, не успела я включить вашу шапку сегодня. Покажу ее в следующий раз. Так все, все мне очень даже понравилось, замечательно. Вопросов никаких не вызывало, все было очень... Как я понимаю, легко и просто. Ну и сегодня у нас боковички, кользящее вязание. Такое вот кривое вязание, под 45 градусов. В одну сторону, в другую, в одну в другую. Вязание сложное, говорю сразу. И по опыту прошлых лет, говорю, что на нем некоторые спотыкаются. Дается тяжело. Поэтому не скажу, что это вязание очень нужно по жизни, в жизни где-то там пригодится. Может быть и никогда ничего не будете вязать. Но оно очень интересно, оно очень необычное. И шапочки вязать можно, юбки совершенно классные. Это я сейчас покажу. Даже не подборку, а всего три фотографии, где можно применить это скользящее вязание. Но оно очень необычно смотрится. И если сделать белое, ну опять белое-красное, сочетание-то может быть любое. Можно вообще не вводить отделочный цвет. Это уж так. Как я уже говорила на шапочке, учебный материал, поэтому все такое полосатое и яркое, чтобы было можно разделить разные элементы вязания. Если делать отделочные полоски пошире, получаются волны. Вообще непонятно, как уходит. На самом деле есть имитация вот этого скольжения. Я вам его дам попозже, когда мы будем проходить юбки. Я покажу, как имитировать скользящее вязание. Но сегодня я этого показывать вам не буду, чтобы вы отработали именно на настоящее скольжение, на настоящее вязание. Сделайте вот так, сложно, я вам покажу, как делать просто. Если когда-то занадобится и не захотите заниматься таким сложным делом. Хотя на самом деле, как мне кажется, если кто-то в этом разбирается, сразу видно, что это настоящее вязание. То есть вот это уже близко к высшему пилотажу. А имитация, она имитация и есть. Она вяжется снизу вверх, а вот это вяжется боковое вязание. То есть тут никаких у нас дырочек, никаких у нас перекладок нет, ничего нет. Это настоящее вязание. Просто берете каретку и двигаете, никаких декеров тут не применяют. Очень интересно и необычно. Ну, кроме рукавичек, юбки, можно вязать юбки, прямые, правда. С заужением будет уже сложно, если только какие-то фрагменты вставлять. Коврики совершенно чудные получаются. Видите, коврики, палантин можно такой связать, потому что сзади оно тоже смотрится интересно. Наши изнаночные петли, они тоже уходят вбок. Даже если вы свяжете этот палантин или шарфик, или что-то такое вот таким вязанием, очень-очень хорошо смотрится. Шапки смотрятся замечательно. Единственное, что у него получаются зубчики по краям, ну, как на юбке. Видите, и на юбке, и на палантине здесь есть зубчики по краям. Это такая особенность этого вязания, их можно закрыть. Как закрывать, мы сегодня будем смотреть на примере рукавички. Потому что здесь, видите, тоже на рукавичке посмотрите, уголок вязания идет уголком. Один уголок у нас очень хорошо оформляет пальцы, а тот, который идет к самой руке, получается такой вот уголок. Его надо закрывать. Сегодня я покажу, как это делается, если вы будете вязать, например, юбку или что-то такое, вам нужно выровнять верхнюю часть. Проблем тоже никаких. Ну, например, в верхней части оформляется резинка, и нижней вот такими полосками. Получается такой эффект, как будто из пальмовых листьев связано. Интересное вязание, оно требует внимания и кропотливости, но зато очень эффектно. Главное, что оно очень редко применяется. Потому что вот эта юбка, например, она связана, если я не ошибаюсь, крючком. Крючок это или спицы, но это никак не вязальная машина. Мы сегодня сможем связать вот такое на вязальной машинке. Причем, если это будет шарфик или коврик, то там даже считать ничего не надо. Все несравнимо быстрее, чем руками. Просто несравнимо. Вы такой шарфик свяжете там буквально, не знаю, все за два, три. Поскольку урок у нас опять сегодня очень длинный, вязать рукавичку будем больше часа. Сейчас я вам его покажу. Посмотрите, как это делается. Так, а по шапочке давайте. Мне не писали, но может у кого-то что-то не получалось, какие-то вопросы были, что-то трудности вызвало. Давайте разберем сейчас пока все здесь. Думаю, что действительно все было понятно. На всякий случай спрашивают, потому что некоторые скромничают. Вот не получается, сидит и все, и прячется где-нибудь. Как говорят, в кустах сижу и боюсь высунуться. Не бойтесь, обязательно спрашивайте. Будем разбирать. Понятно должно быть все. Хорошо, когда понятно. Я очень рада именно этого и добиваемся. Ну, как рукавички. Все было понятно, пока смотрели. Потому что на самом деле вязание очень сложно. И сложности в этих рукавичках возникают при расчетах. Не всегда получается, не у всех получается, особенно те, кто первый раз делает, посчитать правильно. Поэтому здесь очень важно сделать точный расчет. Вот вы вязали шапочки, попробуйте связать из этой же пряжи, по тому же расчету. Потому что шапочка улеглась хорошо, значит расчет верный. Берете этот же расчет, эту же пряжу и попробуйте связать, ну, если не нужны такие на себя, хотя бы маленькие рукавички на ребенка. Очень интересное вязание, набивает руку просто сказочно. После него страх перед машинкой совсем, совсем растворяется в небытие. Такие вещи, они очень, во-первых, примеряют с машиной, во-вторых, очень хорошо поднимают самооценку. После того, как девочка, которая никогда до этого не вязала, вяжет такие рукавички, ну, ничего уже не страшно. Поэтому очень рекомендую провязать, тем более вы уже такие шапки вяжете, вам уже тем более не страшно. Пробуйте обязательно. И хочу напомнить, что у нас сегодня был последний урок нашего второго курса. Вяжите рукавички, присылайте Светлане. Ну, шапка, кто вязал шапку, пойдет за зачет этого курса на скидку. Кто шапку не вязал, вяжите рукавички. То есть, смотрите, третий курс у нас перчатки. Интересный вариант, покажу, как их вязать. Береты поперечные по спирали, два беретика свяжем. Тоже немножко необычный берет, покажу. И выкройки. Две выкройки и два вязания у нас будет. На воротниках все спотыкаются, цельновязанные воротники, они очень людей пугают. Я покажу, как их выкраивать, связать, в принципе, вы сможете сами. Потому что, если споткнетесь у вязания этих воротников, я покажу вязание. Но на самом деле сложного абсолютно ничего нет. Главное их правильно построить. Понять принцип построения этого воротника. Потому что, кажется, он очень сложный. На самом деле, очень просто. Выстраиваются эти воротники. И даже с этим воротом выкройка, то есть вязание становится еще проще. Там меньше кривых линий. Там становится совсем все просто. И вязать одно удовольствие. Вот и юбки. Юбки очень многие просили. Потому что, если фигура простая, с минимальной разницей между бедрами и талией, то там, в принципе, можно и по прямой вязать. А вот если женские изгибы присутствуют, то такую уже не свяжешь. На талии будет огромный мешок. Поэтому нужно это все убирать. Мы будем строить чертеж юбки, чтобы он сидел идеально на нашем теле. При том, что фигуры бывают разные. Некоторым убирают с одной стороны, другим с другой стороны. Вот посмотрим по чертежу юбки. Это будет просто. У нас по плану еще дальше будут еще юбки. Юбка-клинка. Клиньями. Клинку, это будет уже следующий курс, будет с вариантами ГАД, с вариантами разных отделок. То есть там совсем все другое уже пойдет. Смотрите, здесь юбка пока будет простая. Еще будет юбка-паркет. Но это потом, совсем уже ближе к весне. Тоже очень интересный вариант. Очень хорошо лежит на фигуре и скрывает недостатки. Мы должны быть красивыми со всех сторон. Вот будем вязать три такие юбки в дальнейшем. И сейчас вяжем простую юбку. То есть не вяжем, а делаем чертеж. Потому что вязать не заставляю такие вещи. Это на будущее. Но не всем нужны юбки. Я, например, вязаные юбки не люблю. Не люблю и все. Поэтому знаю, как делать. Если такая казина наступит, то я ее свяжу. Но себе вот такую вещь, например, мне не нужно. Поэтому вот кому надо, пожалуйста, вяжите. Я буду очень рада, если вы сделаете, пришлете то, что вы делаете. Кстати, когда что-то вяжете, присылайте, пожалуйста. Мне очень интересно посмотреть на ваши успехи. Вяжете ли вы хоть что-нибудь еще? Кроме наших уроков. Потому что вчера у меня начался курс мастер-группы живое обучение. Я веду в школе шитеостиль живые курсы. Девочка пришла, сказала, вообще не умею вязать, ничего не знаю, не умею. Пришла в такой кофте, что все просто упали. Она говорит, по инструкции к машинке Нева опять связала кофточку. Невероятная просто кофта. Мастер, мастер делал. Не подкопаться просто. Она первый раз села и связала. Вот бывает такое. Это одаренный человек. Она просто чувствует машинку. Это может вы тоже что-то такое вяжете, у вас что-то получается. Я просто посоветую, может быть, что-то, какой-то штрих нести или подправить. Где-то, может быть, вам непонятно, как сделать, я помогу. Это помимо наших вот этих уроков, помимо нашей мастер-группы. Мне очень интересно посмотреть, что вы еще вяжете. Потому что, когда машинка стоит, наверное, она не простаивает у вас целыми днями. Особенно большие машины, их же убирать нельзя, двухконтурные наши. Они стоят на столике и глаза мозолят. Хочешь, не хочешь, подойдешь и что-нибудь на ней сделаешь. Очень интересно. Давайте похвастайтесь хоть немножко своими вещами. Мы все порадуемся за вас дружно. Я покажу обязательно в мастер-группе и выложу на сайте ваши успехи. Очень интересно. Если есть. Если нет, то давайте вязать. Будем проходить выкройки. Сейчас как раз зима. Самое то утепляться. Напоминание по поводу того, что третий курс у нас на следующей неделе я вам еще пришлю. На сегодня у нас урок уже закончен. Я что хотела сказать. Если есть какие-то вопросы по рукавичкам, рукавицы сложно, еще раз говорю. Если что-то где-то не получается, спотыкаетесь. Сразу давайте пишите. Будем разбираться. Потому что на вид они гораздо проще, чем в реальности. Вот эти вот расчеты и подгонки, они кажутся так простенько раз-два сделали. Будете делать. Если какие-то непонятности, пожалуйста, спрашивайте. Такое вязание нужно обязательно знать. Будете коврики красивые вязать. Если не рукавички. Хотя рукавички очень интересные. Мне очень нравится, что не надо вывязывать, как в простых рукавицах. Если вы вязали простые рукавицы, вы знаете принцип, у них кусочек вяжется, как пятка у носка. Это же частичное вязание применяется. И горизонтальный трикотажный шов. То есть там совершенно другой принцип вязания. Здесь ничего этого не нужно. Все вывязывается само. Как ляжет, так и ляжет. Кстати, можно это вязание делать не под 45 градусов, а совершенно другой угол у вас получится. Но если брать, например, по две иглы, не по одной убирать, а по две, совершенно другой эффект получается. Но чтобы так вязать, нужно делать предварительный образец, пробник. Потому что вообще непонятно, что из этого выйдет. Но если есть время и есть желание, можно поэкспериментировать, будет очень даже интересно. Домашнее задание, стандартное, рукавички на себя, на куклу, на ребенка, на кого угодно. Комплект шапочки отдельно, само по себе. Пожалуйста, вяжите, присылайте, показывайте, что получается. Самое главное, что не получается. И когда присылаете, очень красиво, что у вас получается с лица, но для меня пришлите, пожалуйста, то, что у вас получается изнутри. Потому что мне важны не общий эффект. Общий эффект, конечно, замечательный, когда оно все сидит, когда оно все аккуратно. Мне очень важны задние швы, как вы это все привязываете. Потому что мы идем к тому, чтобы у нас вообще не было никаких помарок, чтобы у нас все было идеально, ровно и красиво. Эффект такой, как будто это цельновязано на круговых спицах. Вот мы добиваемся такого, чтобы не подкопаться было никакой детальки. Поэтому присылайте, пожалуйста, заднюю часть и внутреннюю часть вашего изделия. То есть не поленитесь, сделайте лишнюю фотографию. Если не хотите, чтобы я... Ну, это даже не критика, а советы, чтобы я при всех показывала недостатки. Пожалуйста, уточните, я лично вам подскажу, как исправить. То есть не хочу никого обижать ни в коем случае. Если что-то не получается и вы стесняетесь, скажите мне, я не буду показывать другим, я расскажу только вам, как это исправить. Ну, всякое бывает. То есть если не боитесь, не страшно, я покажу, чтобы у других не было тоже таких ошибок. Но мы все здесь учимся, я думаю, что ничего страшного нет, потому что все это без злобы. И хочу только, чтобы у вас все получилось как можно лучше. Давайте тогда до четверга. Жду ваши рукавички. Интересно прислать, если вы будете вязать рукавицы вместе с шапкой, комплектик, как получился. Это еще интереснее. А можете даже такой шарфик связать. Видите, я вам показывала, что можно вязать не только рукавицы, но и шарфы таким способом. Попробуйте. Это будет вообще убойная вещь. Если вам понравилось, нажмите кнопочку «Нравится», поделитесь с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, заходите на сайт «Избавизальня». До встречи на сайте. До встречи на сайте.